В Северной Осетии сохраняется масочный режим. На особом контроле и соблюдении санитарных правил. Специалисты Роспотребнадзора совместно с префектурами Владикавказа и сотрудниками Росгвардии регулярно проводят рейды. Проверяют общественный транспорт, места массового скопления людей и торговые точки. В очередной рейд отправилась и наша съемочная группа. Масочный режим в стране длится больше года. Ежедневно сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды в местах массового скопления людей, торговли и общепита. Основными требованиями неизменно остаются соблюдения норм СанПИНА. В этот раз специалисты проверяли магазины. Соблюдаем масочный режим. Если вы обратите внимание, у нас практически все покупатели в масках, все сотрудники в масках. Помимо этого, у нас есть три рециркулярные лампы в каждом зале. На каждой кассе имеется запас масок. Мы без масок стараемся не обслуживать покупателей. И в каждом отделе также имеются маски. Ведется журнал температуры продавцов. Мы записываем каждое утро. И также все санитайзеры имеются. К сожалению, мы получили замечание. Мы не ввели тетрадь уборок. То есть мы не записывали время обработки помещения. Замечание получили. Считаю, оно справедливое. Примем к сведению, справим. Учет журнала дезинфекции – одно из основных требований Роспотребнадзора к предпринимателям. Кроме того, в магазинах необходимо обеспечивать социальную дистанцию, а работникам измерять температуру перед началом смены и в течение дня. Но и это еще не все. В помещениях обязательные бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок и перчаток. Наши компании к этому вопросу относятся крайне серьезно. И все необходимые меры, прописанные с первых дней, вся сеть супермаркетов всегда соблюдала. Такие рейды специалисты Роспотребнадзора совместно с префектурой Владикавказа и сотрудниками Росгвардии проводят регулярно. Именно благодаря постоянному контролю ситуация улучшается. В сегодняшний день обстановка улучшается, то есть граждане больше соблюдают требования, также торговые предприятия. Магазины обошлись небольшими замечаниями, так как нарушения все остальные были устранены своевременно. Несоблюдение требований именно обработки, в частности обработки полов. Но, естественно, полы обрабатываются, но и получается иногда из-за какой-то нагруженности небольшие такие замечания. Рейды продолжатся также в общественном транспорте республики, в местах отдыха и районных предприятиях. Лада Зукаева, Владимир Кукоев, Новости Осетии.